Жительница Самары Ольга Петрова пришла в отделение налоговой службы, чтобы подключить в личном кабинете мобильного приложения ФНС сведения о своих детях. Ольга рассказывает, в семье двое несовершеннолетних. Они полноценные налогоплательщики, потому что на них оформлена недвижимость. По мнению Ольги, электронные сервисы облегчают жизнь, потому что все операции можно произвести дистанционно и в любое время. Это очень удобно, потому что уведомления, к сожалению, на почте не всегда ты просматриваешь, а приходит налог на моих двоих детей. И вот здесь очень удобно пришла. Лично кабинет, верно, я открыла, все посмотрела, какие начисления пришли, когда уплата налога. После покупки квартиры с привлечением средств маткапитала, ребенок становится собственником доли в жилом помещении и обязан уплачивать имущественный налог. При этом обязанность по внесению налогового платежа возлагается на законных представителей несовершеннолетнего. Налоговое уведомление направляется почтой по месту жительства ребенка. Сегодня отслеживать налоговые начисления не только на себя, но и на своих детей можно с помощью электронного сервиса «Семейный доступ». Для его подключения необходимо посетить офис налоговой службы. Родитель добавляет в свой личный кабинет своих детей и может видеть все объекты имущества на своих детей, все начисленные налоги. И в случае, если вдруг образуется задолженность, то законный представитель может оплатить за несовершеннолетних детей непосредственно из личного кабинета через банк онлайн, либо распечатать из личного кабинета платежные документы и оплатить где-то в отделении банка, либо на почте, любым удобным способом. УФНС России по Самарской области призывает жителей региона проверить задолженность по уплате имущественных налогов свою и несовершеннолетних детей. Это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете, в мобильном приложении ФНС, на портале госуслуги или обратившись лично в ближайшее отделение МФЦ или налоговый орган. Несвоевременные уплаты налогов приводят к начислению пени, взысканию сумм в судебном порядке, запрету на совершение регистрационных действий с имуществом, аресту имущества и ограничению на выезд должника из Российской Федерации. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.